Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок! Сегодня мы немножко с вами поговорим о том, как удобрить наши поля, как повысить плодородие почвы, и о том, какие культуры любят навоз. Мое глубочайшее убеждение, что свежий навоз не показан ни одной из культур, скажем, картофель и тыквенные, все тыквенные культуры, они могут с этим мириться, но и только, только мириться. Ни одному растению это не показано, потому что, если вы даже на том же картофеле или для тех же тыков, кабачков навоз будете свежий вносить, то первое, что будет происходить, если вы весной, допустим, внесли, скажем, вы заделали на определенную глубину, растение развивается нормально, но оно будет жировать, потому что будет очень сильное азотное питание и будет превалировать вегетативный рост. Навоз все-таки лучше складировать, лучше его складировать нужно правильно, изолировать для того, чтобы не было поступления азотных выделений в почву, и сверху закрывать, закрывать опять-таки правильно, правильно и все-таки готовить именно компостные кучи и на низ класть дренажные ветки. И так как куча у вас минимум будет лежать 2 года, туда можно ветви диаметром до 3-4 сантиметров можно ложить запросто, и слой этот должен быть толстый, он должен быть минимум 20 сантиметров, и переслаивается сеном, потому что хороший навоз – это соломистый навоз. Если у вас жидкая фракция навоза, она совершенно негодное удобрение, вы можете только испортить почву, а облагородить свою почву и повысить плодородие вы можете только после того, как вы складировали правильно навоз. И его правильно складировать именно так. Вначале у нас идет определенный слой ветвей, потом у нас слой впитывающий, это может быть солома, это может быть сено, потому что для своего разложения соломе тоже нужны азотистые выделения. Вот они и есть в жидком навозе. И когда вы кучу правильно сложили, 2 года вы ее изолировали от солнечного излучения, от осадков, и постепенно там будет разлагаться и минерализоваться. Азот, и тогда у вас будет совершенно полезный, формироваться полезный компост. Как повысить плодородие, если у вас, допустим, кроме свежего навоза нет ничего? Вообще идеальный случай, конечно, это сидерата. Вот видите, у меня на участке, вот это однолетние сидераты были посеяны в прошлом году. Это была смесь фацелий и редьки масличной. Вот видны такие сильные стебли, это редька масличная, вот потоньше стебли. Это фацелия. И сзади у меня вот, пожалуйста, азимы. Это пшеница азимая. И вот таким образом вот эту грядку можно уже смело перекапывать и сюда можно сажать на пшеницу. Азимую у меня есть план ее вырастить, чтобы она все-таки выросла. Вызрели следующая партия семян для посева на будущий год на другом уже участке. То есть севооборот на участке вам все равно в любом случае нужно соблюдать. Если у вас практикуется монокультура, я-то стараюсь как бы монокультуру не сажать. Но тем не менее, седираты я практикую все-таки в монокультуре, потому что это проще организационно проще. На пермикультурные рельсы, чтобы перейти, нужно все-таки быть обладателем очень большого участка. На маленьком участке эта миссия сложно выполнима. Поэтому вот еще если говорить о том, кому вообще ни при каких раскладах, каким культурам вообще ни при каких раскладах нельзя пользоваться навозом, это безусловно вакциниум. Род вакциниум, там о навозе речь не идет. Хотя если у вас будет абсолютно вызревший компост, то в качестве подкормки, в очень небольшом количестве, именно вызревшим компостом вы можете подкормить поверху в начале весны, когда нужен сильный вегетативный рост. Почему компоста много? Нельзя голубики добавлять. Во-первых, это олиготрофное растение. И для того, чтобы не было и усиленного роста, и компост все-таки он будет иметь нейтральный АПН, а род вакциниум, ему нужна кислая среда, абсолютно всем представителям. И диапазон кислотности лежит 3,4 и 4,5 по калий и хлор, если мы оценим. Вот как бы этих вещей нужно придерживаться. А так вот, ну вот таким образом. Вот на этом у меня сегодня все. До свидания. Подписывайтесь на канал Процветок, пишите свои отзывы. С вами была Тамара Рябцева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова